Друзья мои, всем большой привет! Вы находитесь на канале Сказочная Деревня, и меня зовут Юля. И сегодняшний видеоролик, знаете, с чего я хочу начать? Во-первых, никогда не мойте голову на ночь, иначе у вас будет вот так. А во-вторых, никогда, так сказать, в торопях не открывайте зеленку, иначе у вас будет вот так. В общем, в таком виде сегодня мы направляемся в Москву. Везем немножко заказов, а также везем цыплят. Сейчас я вам их покажу. И заедем там в кое-какие места. В общем, не знаю, как все получится. У нас сегодня очень много разных точек в разных концах Москвы. Поэтому день предстоит мне, на самом деле, тяжелый. Ну, приглашаю вас с нами. Надеюсь, что вам будет интересно. Поехали! Ну и пока наша машина греется, вот тут у меня заказали целых 4 цыпленка. На самом деле, это первая продажа в этом году, и, так сказать, с почином нас. В Москву мы сегодня едем с демьяном. Закрывай цыплят, а то им будет холодно. Не совсем плохая прическа, да? У тебя отличная прическа, ты у меня самый красавец. Я что-то плохая, у меня не зеркало. У тебя, ты просто у меня красавица. В общем, вот такой прической, с такой рукой и недовольным сыном мы поехали. Недовольный. Вот так камеру включу или в зеркало на себя посмотрю, мне кажется, я похожа на Эйнштейна. Ну и ладно. Зато голова чистая. Так, ну что, приехали мы в Северное Чертаново. По пути мы отдали цыплят. Нас человек встретил на трассе дом. Отдали, в общем, ему цыплят. И сейчас в Чертаново привезли заказ, но девушка, на деле, так посниматься не хотела. Сказала, что еще не успела накраситься. Вот, вот, девушки, да, вот, чтобы посниматься 3 минуты в ролике, надо себя в порядок привезти. На самом деле, наверное, это правильно? Это Юль какая-то неправильная. Мне вот, мне на голове вот так, и мне все равно. И рука у меня зеленая, и мне все равно. Кстати, у меня несколько человек уже спросило, Юля, что у тебя с рукой? Там девчонки в магазине я заходила в местном. И чего у меня не с рукой? Я вчера ковырялась в своих георгинах и случайно пролила на себя зеленку. Вот у меня теперь рука зеленая, но с рукой у меня все в порядке. Так, знаете, что я вам хочу сказать? Есть такой закон подлости. Вот у меня есть две девочки, которые иногда у меня что-то заказывают, и они находятся, ну, в общем, как это сказать, в общем-то, друг от друга недалеко за Амкадом в области, друг от друга недалеко, но между ними нет дороги. И чтобы доехать из одного места другой, придется сейчас мне отмотать, значит, за Амкад, наверное, километров 40, потом вернуться на Амкад, немножко проехать и опять поехать наверх. Это какой-то закон подлости. И почему-то всегда два этих человека, хотя они не знакомы, но заказывают они всегда в один и тот же день, и мне приходится отматывать порядка 120 километров, чтобы доехать до двух точек. Ну, а что делать? Придется ехать. Ну что, поехали. Сейчас мой путь лежит в апреле. Еще, знаете, что хочу добавить, пока не уехала? Пока, так сказать, потому что я почему-то, когда еду, в Ниве не пишет звук. Одни какие-то ш-ш-ш-ш-ш-ш, и все. Хотя вот я как-то ехала в иномарке, снимала, блин, отличный звук писался, а в Ниве не пишет. Многие расстраиваются, что мы не привезли сегодня молочную продукцию, потому что ромаха наша все бастует, и молока нам больше не дает. Точнее, она дает в небольшом количестве, ну, там литра полтора, может быть, за раз. Но я хочу сказать, что перед тем, как корове пора запускаться, молоко начинает горчить. И такое, конечно, молоко я не продам. Оно иногда бывает нормально, и, допустим, из трех банок одна может горчить. И как это узнать, я, в общем, не знаю. Но она когда постоит, она горчит. И творог получается тоже, когда, во-первых, он очень плохо киснет, а, во-вторых, тоже может быть с горчинкой. Поэтому все, что мы там, в общем, попытались насобирать и сделать творог, не стали сегодня везти, не стали брать, потому что может быть с горчинкой. Мы попробовали, мне показалось, что горчит. Поэтому, в общем, молочку мы сегодня не привезли. И все, ромаху мы теперь уже не дуем. Мы ждем у нас в конце марта, где-то 27-28, должна младшая наша мурашка отелиться. Ну, там какое-то время пройдет молозиво, и потом мы опять будем с молоком. В общем, примерно на две недели, две с половиной, мы, может быть, три, мы без молочки. Да, и народ очень расстраивается. Вот все вот, блин, три недели в год без молока, а народ расстраивается. Ну, уж придется потерпеть, что могу сказать. Знаете, почему я не люблю ездить с детьми куда-нибудь? Потому что начинает... Ладно, давай по-твоему поедем. Давайте мы кушать идем. Давай это, давай то купим. В общем, уговорил меня старший. Повелся он на рекламу, который в телевизоре говорят, в KFC 5 за 200. Посмотрите, что это такое. И что там такое, может быть, за 200 рублей. В общем, уговорил меня, шлепаем в KFC. И вот ближайший торговый центр по дороге нашли. Надо поесть. Я бы, на самом деле, купил себе какую-нибудь булку и кефир, или какой-нибудь йогурт. Кефир? Ну, да. А старший уговорил на KFC. Итак, друзья мои, пришли мы в общем-то в ресторанной дворик. Оказывается, не только у KFC есть, акция 5 за 200. В рядом стоящем Бургер Кинге аж 6 за 200. Поэтому мы были в KFC в Бургер Кинге. Давайте посмотрим, что им же нас кормят за 200 рублей. Так, Демьян набрал себе в KFC на 200 рублей. Что у тебя тут показывает? Почему 300? Ну, кофе-то он отдельно купил. А за 200 что было? Картошка, нагицы, крылья, шаурма, и кекс, и кекс, и кекс, и кекс, и кока-кола маленький стаканчик. А я была в Бургер Кинге. Мне дали пустой стаканчик, потому что в Бургер Кинге, вон там, вон где молодой человек в синей кофте стоит, там можно наливать, сколько в тебя влезет. И пей, не хочу. Мороженое. Значит, картошка. Мне дали две картошки, предлагали луковые кольца. Я отказалась, взяла две картошки вместо луковых колец, немножко наггетсов, чего-то там, 4 штучки, что ли, ну-ка сколько там, 4 наггетса и булку. Сырный соус я купила за свои деньги, стоит он 27 рублей. В общем, вот так вот на 200 рублей, да, так вот на 200 рублей можно покушать. Вкусно? Можно очень вкусно. Кушай. Так, ну что я хочу сказать. Нормально можно на 200 рублей, в принципе, я наелась, но я не люблю вот это, все равно пластмассовую, эту еду, бабушкин, супчик значительно почетнее. После такой еды через час я очень хочу пить, а через два я снова хочу есть. Поэтому, ну, поели, поели, ну, несерьезно, скажем так, ну, в общем-то и 200 рублей. В общем, кто пойдет, имейте в виду, а вот такие вот мини-мини всего по чуть-чуть в Киевсе и в этом, и в Бургер Кинге. Как-то на одном челлендже, где был 21 вопрос блогеру, был мне задан вопрос, каким бы вы хотели желание загадать, если бы поймали золотую рыбку или что-то в этом духе было. Я тогда ответила, что надо мне подумать над этим вопросом, и что на тот момент я не могу на них ответить. И теперь я поняла, я бы хотела загадать желание уметь телепортироваться. Так вот, щелк, и ты уже в нужном месте, а не трясешься полтора часа по пробкам. Ой, ну все это мечты, так что, Юля, крути баранку и не ной. А что не суперскорость? Нет, телепортация лучше. Ну что, друзья мои, время уже далеко за обед, между прочим. Побывала я в Апрелевке, теперь я в Нахабино. Блин, далеко и неудобно, но что делать. Значит, теперь у меня еще один адрес в Москве, а потом к бабушке поедем, что-нибудь поедим. А, кстати, мы пока ехали, старший у меня штурман не знал, чем заняться, и, в общем, разобрал мою селфи-палку. Что из этого получилось, посмотрите. Я тут, это, сижу, мне, короче, скучно было, пока мамка ходит. Да, мам? Угу. В пробке стоим. Я у мамки поковырялся в селфи-палке. Разломал мою палку? Не правда. Да, правда. Ничего сновить не зря. Я вытащил вот такую, оказывается, вот здесь кнопочка была, она вытаскивается, да, вставляется, вытаскивается. Она заряжается, это, в общем, можно видео включать, выключать, она по блютуру подключается, заряжаешь, все, не... Можно включить камеру. Да, 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 а мамка не знала, мамка не знала, что это сделать. Мамка лох. Ай, а я нашел, я умный, думала, а где это к нам? Что все не похвалишь, никто не похвалишь. Да, да. Выключай. Я нашел. Я вот нашел. Поехали. В моих недавних роликах, где я в красной бандане, показываю планетаку и кутер. Смотрите, мне сказали, что я похожа на колхозницу. Вот этот самый памятник рабочей колхознице. Мы находимся сейчас на ВДНХ. ВДНХ? Угу. Прямо этот памятник, я его увидела и вспомнила, как они в комментариях писали. Ну вот, наконец-то мы добрались до Бауманской, да, Бауманской. Все, кто просил заказы на Бауманской, все, проезжаю и все оставляю. Ура! Ура, пошли скорее к бабушке. Да вон там, Лешка, Деме, лапшу на уши вешать, что он в Кита ездил, чтобы палку селфи купить. Ну, давай, расскажи нам что-нибудь. Зрителям, они очень любят тебя смотреть. Я спросил у него где-то, где он попал, он сказал, что в Китае. Все понятно. Да красивая ты, красивая. Да там... Да все у тебя красиво, не хуже, чем у меня. Ну, я тоже сегодня, видишь, как он. Что у нас сегодня на обед, серый ужин? Это что, борщ? Это что это? Суп овощной. Овощной суп? Овощной? Да. Овощной? Овощной суп. А на второе? А на второе? А что, на второе? Курица есть, рыбы есть. О, видите, ассортимент какой-то. Вот курица. Ну ладно, хорошо. Получается, что когда я приезжаю к своим домой, Нэш приезжает по воскресеньям, а моя мама с папой по воскресеньям на даче. И ее никогда нет. И я потихоньку за ее огородом подглядываю. Так, что у нее тут выросло? Не очень за неделю подросло с прошлого раза. А тут вот что-то... А, это петунию она посадила. Вон она маленькая. Это повылазила. А это, наверное, перец, что ли, у нее. В общем, будем блюдить по воскресеньям за ее огородом, пока ее нет. Ну что, друзья, объелись мы. Даже ехать никуда и не охота, если честно. А пора бы. Доехали мы до Белой дачи и пойдем сейчас в Ашан. И чтобы много денег не потратить, весь день, пока мы сегодня ездили, Оставляй список, что нужно купить. Сейчас я вам покажу. Тогда я иди писал, что я на машине ехал. Слушай, человек-мумия, ты что на древнеегипетском написал, что ничего вообще не понятно? Смотри. Что это такое? Все легко и просто. Куда забрал-то? Я просто отожил себя. Так, это у нас селфи-палка, маркер, лезвие, стаканы, дворники, красный обогреватель. Посмотреть. Ну, просто, я просто... Хорошо, ладно. Пластырь. Зеленка, ручки для двери. Зел-н-к. Это йо, это а, это а. Это корректа. Это на толстый, лука и яйца. Это у нас урок по древнеегипетским письминам. Да, я человек-мумия, я себе не знаю. Да, я не знаю. Угу. Голоколь, Лютер. Это как в этом ВКонтакте. Там нарисованы иероглифы и написано, поймет только тот, кто жил в 3000 веке для нашей эры. И снизу по подписку. Рамзат Второй. Ха-ха-ха. Очень смешно. Особенно третья строчка, Жиза вообще. Очень смешно. Да, да, это же. Так, ну ладно, можно сказать, сегодня мы даже почти-почти уложились в список. Внизу еще купила землю. Земля Таравита. У нас, между прочим, в Кашире стоит 250 рублей. В Ашане 119. Хочу сказать, что наши в Кашире просто обнаглевшие. Мука, хлеб. Здесь одноразовая посуда. Это для черенкования со следующей недели. С понедельника вплотную займусь георгенами своими. Так, здесь что? Щетки. Две новые щетки по 80 рублей. Нашла, блин, самые дешевые. Ну, там мелочевка всякая. Ручки Деме по 10 рублей. В общем, все недорогое. Здесь что у нас? Макароны. И все. Это Демьян сам себе купил мышку на заработанный на хлеб деньги. Продает хлеб, деньги, откладывает. Вот, купил себе мышку. Какой молодец. Вот и вторая щетка. И яйца. Мне, в общем, по мелочи. Моё 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 сломали. И в чем это был не я. Да, молодец. Иди щетки меняй. Ну и, собственно, больше ничего особенного. Там и не идем на курс, говорится. Вот такие вот покупки. Вот так примерно прошел сегодня наш день. Время 9 часов вечера, а мы еще, блин, в Москве. Хорошо, что Станислав Юрьевич сполит дома. И там присматривает за хозяйством. Мой друг за дружкой тоже. Надеюсь, вам было интересно. Особого такого ничего сегодня не произошло. Но может быть стабильность и спокойствие. И это тоже хорошо. Поэтому будем писать финиш. Внизу в описании ссылочки на наш вебер-магазин и магазин ВКонтакте. Здесь и вот здесь. У вас увидите что-нибудь интересное. А вот здесь подпишитесь на канал. Пальчиком так тык. И подпишитесь. Всем огромное спасибо за просмотр. Всех люблю, целую. И всем пока.